Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем урок по повести Толстого Хаджи Мурат. И тема нашего урока – «Хаджи Мурат. Предупреждение писателя». Ну, мы продолжаем наш урок. Давайте мы прочитаем эпиграф к нашему уроку из отрывка Лермонтова, стихотворения Лермонтова «Валерик». И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно враждует. Он один. Зачем? К нему мы вернемся в ходе нашего урока. Давайте теперь остановимся. Цель нашего урока – показать не только ценность лучших произведений русско-классической литературы, но и задуматься над общими человеческими вопросами бытия. Вместе с писателем искать на них ответы, поднимаясь до авторского понимания жизни. Основная задача урока заключается в том, чтобы доказать суть повести Хаджи Мурат не только в отрицании зла, насилия и жестокости, не только в утверждении всего лучшего в человеке, но и в предупреждении всем живущим сегодня. Часто, читая произведения писателя, к сожалению, не воспринимаем его как великого мыслителя, гуманиста, не соотносим его мировоззрение с сегодняшним днем. Следующий разговор о повести хочу обратить внимание на тот образ, который заставляет нас вспомнить начало произведений перед тем, как закрыть его последнюю страницу. Ребята, предлагаю вашему вниманию найдите описание в спаханного поля те ключевые слова, которые помогут определить главный смысл повести. Дорога дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльной черноземной дороге. Спаханное поле было помещичье, очень большое, так, что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожтенного, еще не скореженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки. Все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо-человек. Сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни. Думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Что же заставляет человека быть разрушительным, жестоким? Здесь необходимо нам сделать вывод о том, что борьба за власть – основной источник жестокости. О чем мечтает Хаджу Мурат? Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему веронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его. И он опять будет управлять не только аварией, но и всей Чечнёй, которая покорится ему. Итак, какой мы делаем вывод? Власть, как сама цель, перерастает в тиранию. Хаджу Мурат прежде всего сам становится жертвой диспотизма. Он связан и конец веревки у Шамиля. В повести олицетворяется диспотизм, то есть высшее проявление жестокости в образах Николая I и Шамиля. Сущность Шамиля и Николая I однозначна. Они воплощение абсолютной власти, которая обеспечивает им все жизненные блага. Но это происходит за счет жизни и свободы других людей. Хаджу Мурат мечтает стать правителем, получить власть над Дагестаном и Чечнёй. Однако его надежды не оправдались. Русские не доверяют горцу, держат его как пленника. Решение вопроса по обмену пленных затягивается. Докладывают даже самому императору. Потеряв веру в помощь русских, Хаджу Мурат решает бежать и спасти семью самому. Но побег заканчивается неудачно. Русские настигают его и убивают. Толстой подчеркивает, что гибнут смелые, добрые, хорошие люди. Каждый со своими желаниями, надеждами, своим взглядом на мир. Он любуется добротой и силой героев. Тем печальнее и бессмысленнее представляется их гибель. Толстой отстаивает убеждение, что человек несет ответственность за все происходящее на земле и должен прекратить напрасную войну. В этом главная мысль писателя-гуманиста. Надеюсь, что краткий анализ повести Хаджу Мурат помог вам получить лучше, понять суть произведения. Ребята, обязательно прочитайте его целиком, даже если вы уже познакомились с кратким содержанием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok